только встал а вон на фоне и ответ куда нам надо сходить вон тот покошенный дом давно меня там не было всем привет новый день проснулись соседи что-то пилят бензопилой шум на улице пасмурно я вспомнил про дом который перекосило я снимал уже про него влог давно меня там не было я надеюсь его перекосило еще сильнее у него подмыло фундамент и он накренился я надеюсь он выглядит теперь еще интереснее мы пойдем его посмотрим какой экскаватора на камнях прям стоит тут раньше не было так раздолбанно тут была сплошная стена лет 15 назад здесь был завод вот тут стояла труба резервуары вообще раньше здесь был кирпичный завод но потом здесь производили блоки и всякие бетонные изделия вот здесь был приемник руды каменной ее там дробили и отправляли вот туда в резервуары которых уже нет ручеек микроводопаде пошли по вот такой вот дороге ее засыпали вот там чтоб на нее все не заезжали чтоб нельзя было попасть вот там был один приемник камня здесь еще два тот первый использовался и работал а эти два были заброшены с каких-то дремучих времен и там были такие углубления куда грузовик подъезжал из карьера засыпал камни чтобы их дробить и делать с них потом впоследствии блоки для стройки и мы в этом углублении под решеткой сделали себя шалаш на решетку металлическую шифера наложили и сидели там у нас на самом деле было много всяких шалашей в разных районах были у нас точки где мы могли проезжать и такие а пойдем в одну из наших баз и укрытий залезли там смартфонах полазили вот это здесь пустырь теперь раньше так не было раньше стояли остатки завода странно на конструкцию деньги потратили на металл а крыши нет крышу не не прикрутили плевое дело осталось чепуха и не сделали стоит она все под открытым небом я привык это с детства камышом называть но полина говорит что в итоге это как-то по-другому называется сушили раньше это поджигали ходили с дымящимися палочками в детстве какой-то микро пруд образовался тут могли бы жить лягушки но сейчас яна варит в ней бывает как вата какая-то подходим осталось недалеко но тут самый сложный участок пути по колючкам по кустам видно как он насколько он перекошенный по моему стал он более кривой за эти годы лет пять меня здесь не было получается может 4 один даже распушился на этот что сзади тоже ягоды какие-то так и как я это делал я же пролез туда а тут вот такой склон пойдем где-то там тут даже какие-то очертания подобие тропинки есть пролезли по колючкам лезем по колючкам тут стало намного хуже раньше здесь хоть какой-то был проход больно огромный урон одежде кроссовкам джинсы в растяжках капец какая агрессивная среда просто пипец у меня колючка в руке торчит какой-то ручей промыло не помню чтобы он раньше такой глубокий был наверное его за эти несколько лет хорошенько так наводняло и он промыл в лесу целую яму себе тут какой-то ров теперь а там наверху как будто кучу стекла выкинули сюда в яму бочка валяется какая-то пять падаешь ну ты даешь полка же у тебя есть я еще хотел тебе сказать аккуратнее ну думаю ладно она же лазит по деревьям а тут всего лишь спуститься к ручью вступил в ручей теперь у меня мокрый кроссовок бамбук папоротник какие-то колючки кусты вот там корни нам придется по ним подниматься потому что дальше преграда из колючек я просто хочу посмотреть заброшенный дом а здесь все так сложно приходится по лесу ходить и ладно бы звучит то неплохо да для городского жителя ходить по лесу у ручья а какая жестокая здесь природа оставляет тебе дырки рвет одежду скользко мрачно ладно не буду жаловаться мы полезем вот туда наверх по вот этим корням мы выходим из кустов и выходим мы не к тому к дому к его соседу соседний дом стоит совсем рядом близко но он ровный он в отличие от того не покосился не поехал она зла и недовольна они колются дыряются падает скользит в общем тут очень неприятно гулять вот кто-нибудь скажет активный отдых пошли в лес гулять и наслаждаться а нифига это неприятно дом уже был покрыт чем-то на куски клея что-то было приклеено ободрали кому-то понадобились стройматериалы они это содрали и наверное себе пошли наклеили кто-то вкладывал деньги строил да и вид то тут неплохой и этот же не покосился дом кстати вокруг него плиты бетонные либо залит бетон и тоже есть некие полости под бетон вот там вот здесь под домом видно что пустоты есть он стоит ровно но тут кругом под бетоном просела почва ну я бы не испугался такого вероятность что ты будешь в нем жить и что-то произойдет крайне мало нормально он будет стоять выбрались из кустов это далеко не самое приятное это может быть одно из самого неприятного что мы делали в этом январе финальный день этого месяца когда на его закате лезли по кустам по колючкам и внутри что-то светлое он как будто уже даже с ремонтом был офигеть он уже покрашен внутри потолок сделан есть куда вам почти обои поклеен нифига себе на какой стадии завершенности он был его могли даже уже почти использовать забросили в общем скоро темнеть будет а хочется их оба посмотреть надо сейчас быстренько в этот забежать посмотреть и топать покрытие для крыши валяется здесь и здесь счет лежит как будто я вот это разбирал это что за вход такой крыльцо строительный стол стоит просторно большой он навален какие-то пакеты можно предположить что это мусор кто-то выкидывал там один вход здесь другой подскользнулась смотрите два входа один с одной стороны другой с другой здесь строительный стол стоит мебель стоит еще стол матрасы стеллажи еще столик без ножки кресло то что у него два входа ну как бы через центральный заходишь налево и на право лестнице говорит о том что это какой-то большой прям дом планировался чуть ли не частная гостиница вот такой вид из окон а вон объект нашего сегодня интереса подальше там перекошенный стоит надо быстрее шагать в него пока не стемнело здесь конечно было бы роскошно но почему-то забросили стеклянный точно это бутылочка с маной из видеоигр стеклянная но если получится давай да солнце заходит за гору вот там на горе кусочек скалы видно вон там вон она мы как-то туда поднялись и нашли там пещеру небольшую и казалось бы далеко а фиг знает где на горе в лесу а там штаны валялись бутылки от водки какие-то алкаши там кто-то там тусил хотя может в этом была цель типа пошли переночуем в пещере будет клёво а так представить себе что кто-то там тусит где-то так далеко мусор валяется бампера клетка для животного сайдинг металлическая какая-то конструкция странно что ее до сих пор не сдали потому что у нас очень много этих любителей сдавать металлолом вот он наш дом наперекосяк ступаешь на него первый шаг и сразу чувствуешь что бетон под наклоном идешь из горки спускаешься причем с такой значительный чувствуется уклон о вот это знакомые места тут еще такие потеки на полу видны будто когда дождь сильный здесь течет вода детали от машины лежат здесь довольно тихо меня что удивило не только стены сделаны до верха крыша сделано так наверху еще на третьем этаже даже уже вата проложена и там приятная акустика о этот диван и кровать у меня уже есть влог об этом доме я когда-то здесь был тут довольно чисто прибрано здесь мусора нет колючки из окна торчат мы когда ходим на остановку на автобусную видим с остановки этот дом вон дорога он автобус как раз виден а там закат вид на гору если бы здесь был снег в этом районе а здесь его не бывает сейчас вот кстати январь конец января сейчас бы мог снег лежать но нифига тут плюс много плюс 10 короче красивый бы был вид с этого дома если бы здесь были снежные места какой-то большой стол такая большая комната это зал наверное планировался такие окна смотрите я постараюсь камеру ровно держать вот так по уровню других домов а этот вот под углом стоит и круто что он держится абсолютно нормально вот его перекосило никаких трещин тебе не выпадает нифига о кстати из-под него по моему вытекает да прямо из-под дома течет ручей причем вчера и сегодня вроде бы не было дождя не то чтобы это стекает откуда-то он тут постоянный под домом течет как у них круто получилось дорогой дом построить прямо а это все колючки это не трава все в колючках отвратительное растение сейчас мы это испытали как у них круто получилось дорогой дом построить на месте где ручей течет где интересно сейчас владельцы живут живы ли они оформлен ли он и почему он типа там до сих пор бесхозный могли бы там допустим участок продать рядом построить еще другой дом в этот вряд ли кто-то будет вкладываться хотя я уверен его можно поднять с одной стороны техника же существует мощно поднять что-то подставить поднимаемся по лестнице сейчас включу вспышку чтобы что-то было видно до ощущения здесь необычные поднимаемся с первого этажа на второй лестница вот такая с уклоном ты как будто на корабле идешь очень необычные ощущения это как будто аттракцион в парке развлечений ты идешь по лестнице она под углом на лист не наступает чтобы не шуметь здесь вот такая небольшая комната там внизу две маленьких это наверно туалет санузел там кладовка какая-то здесь вот эта ванная могла бы на джакузи здесь можно было бы поставить окошко небольшое наверху как необычно перекошенный тон я уверен все с ним будет нормально он и дальше будет стоять если его не снесут вот это наверное гардероб очень маленькое помещение это вот второй этаж вот такой вид коридора на улицу комнатка ухты вот эта комнатка классная не слишком большая и не тесная и вид нее хороший посмотрите какой вид вон там автобусная остановка вот там мы ждем автобус садимся стоим на углу и видим этот дом раньше у них был вид на завод здесь но теперь его снесли это выглядит как-то не очень вот там вот металл принимают и там течет вода вот там угол дома вот там вот угол дома и оттуда тоже вода течет тут даже остатки лесов строительных остались палки торчат чтобы фасадом заниматься смотрите какие ровные стены ничего не торчит не выпирает не отваливается качество супер его можно показывать как пример своей работы строителям типа смотрите в каких условиях поставлен дом вы видите хоть одну трещину за качество отвечаю мог бы говорить человек все четко никаких перекосов трещин разломов так что и не имеет значения для домов современных до на чем он стоит соседнем дворе ходят люди когда я несколько лет назад здесь гулял тоже они там были они там живут сходим на третий этаж посмотрим лестница мне нравится лестницу классно сделали еще и окна есть даже с лестницы вид офигенный вот такой вид с лестницы вон соседний дом тот который стоит ровно тем не менее он тоже заброшен большой такой и вот здесь все заросло колючками как и тогда лет пять назад и вот там под ними прям вода стоит в таком году его построили интересной мы поднимаемся на третий этаж здесь просторно кирпичное стоит сооружение в центре это колонна либо труба надо глянуть и там нет камина печки никакой внизу на потолке вот уже изоляция утеплитель некоторый свист какой-то попадал уже вниз я думаю не без помощи каких-то жителей либо детей либо крыс кто-то его поснимал видимо нитки торчат разрезанные нитки на не стал бы он сам падать она вот так вот делается подвязано все это вот так ниточками кто-то мечтает о доме на своем а тут такая бандура стоит в значительной стадии завершенности только окна вставляй электричество проводить и можно потихоньку делать отделку и жить у нас стоит заброшенный много лет какие отверстия делают для того чтобы леса строительные вставлять стены тут просторно без разделения на комнаты с потолка уже свисает вата утеплитель вот если ровно стараться камеру держать это где-то вот так выглядит он перекошен довольно значительно сказать лишь что он за эти четыре года стал более перекошенным не знаю я не уверен он и тогда был сильно наклонившимся ну может немножко чуть-чуть еще подосел балкон на вид сделано прям качество мама порой удивляется как здесь строят дома просто приходят расцвещают площадку щебень насыпают и на этом щебне строят дом начинают заливать ну типа фундамент или нет площадку бетонную заливают и на ней возводят дом по-быстрому никаких тебе свай там или углубление землю я по крыше дома сейчас камеру выровняю соседнего вот так то есть еще сильнее наклонен подойди отсюда глянь у меня же разделение на секции на экране мы по этим разделением как по уровню можем смотреть смотри насколько народ я сейчас камеру выровнял по крыше соседнего здания чтобы ровно по крыше мы смотрели то есть дом стоит вот под таким углом но у него центр тяжести сильно внизу я думаю бетонные конструкции пол он сильно тяжелый внизу если бы он наверху был тяжелый может он со временем бы наклонялся сильнее кувыркнулся а так он вроде стоит уверенно закат оранжевый отсюда видно мне интересно сюда на машине приехать хотя там какие-то ворота может туда и не приехать мы в чей-то огород вышли может у них здесь дворы закрытая территория но тем не менее мы наверно попробуем так уйти это по колючкам лазить по темноте это будет слишком высокий уровень сложности и я может быть не против это тоже приключение испытания своеобразные но мне очень жалко одежду вот соседний дом люди живут у них вроде все нормально полина здесь пылью чуяла а мне дышится вроде хорошо за исключением дыма кто-то что-то жжет какое ощущение необычное вот это самое тут необычное ощущение в этом доме когда ты по лестнице поднимаешься или спускаешься тебя тащит в сторону ты вроде идешь по дому а тебя в сторону наклоняет и ты такой под уклоном прям ощущение аттракциона что так не бывает чтобы дом криво стоял я все-таки нашумел мне темно о вспышку можно одним нажатием включить samsung зачем так удобно то так делает удобно не надо запись выключать но действительно пылюка летает это может я ее сейчас поднял ладно пойдем чуть-чуть его посмотрим снаружи поснимаем если не застрянем в колючках и будем топать куда-нибудь магазин в тот раз я ушел вот в ту сторону и снимал его с той стороны но сейчас так не хочется в те колючки лезть непролазные уходим по чужому двору надеюсь на нас не будут ругаться вот такой вот домик построили качественно но его подмыло и стоит он теперь заброшенный косой вот еще один дом залитая бетонная конструкция видна издалека много лет на него поглядываю но всегда тут не был залили такую конструкцию и не доделали из дороги есть вот вау как тут просторно просторное помещение будка собачья лавочка столик без разделения на комнаты нету стен большой зал это конечно интересно вот такая тут на скальная живопись внутри почему красный это конечно интересно большие просторы да там семьей что-то делать играть можно во что-то бильярдный стол поставить но климат как в таком доме кондиционер отопление и здесь просторно целый этаж без стен вот почему он прозрачный такой удивительный вау нифига себе построили и нет ни намека на внешние стены ни блоков вокруг по периметру нету как будто они не собирались стены сделать здесь прикинь панорамные окна да классно сделали какая лестница до сначала такая широкая по тому же так это у нас уже третий этаж а лестница еще выше идет на 4 блин собаки на нас ругаются доски сверху торчат людей тут полно вокруг нас сейчас точно кто-то увидел а здесь лестница уже в углу вид офигенный вот это они залили с подъездом дому дороги высоко однако это мы сейчас на третьем этаже я думаю он как обычно делают двух или трех этажный а здесь вот мы находимся на третьем этаже и здесь наверх идет полноценная бетонная лестница значит четвертый этаж планировался что на него будут заходить это не про это не просто чердак какой-то но тем не менее крыша здесь лежит вот так она по моему обрушилась ух ты ж блин вот это вид это соседи здесь подростки могут сюда ходить видом любоваться но здесь уже строили как крышу опора стоит одна а второй нету вот там бы где-то могла быть 2 а ее нет блин был бы классный дом может он не выделял собой крутым дизайном снаружи смотря как сделать но вид какой здесь и какие просторы интересно что каждый этаж сделан без перегородок без стен не на первом не на втором этаже нет стен просто открытое пространство и стен нет внешних как будто человек задумал прям панорамный дом вот это вид здорово вау вдохновляющий еще закат сегодня такой оранжевый какой закат красивый вот это домик если я ходил тем задавался вопросом про тот дом перекосившийся почему там не занимаются почему его не приподняли не достроили и неухоженный участок ведь он в сочи стоит огромных денег то здесь дом с подъездом у дороги хорошей бетонной с потрясающим видом панорамным хорошо построен вроде все четко почему это стоит недоделано удивительно вот такой здесь замечательный вид на город на центр у меня объектив 55 и даже с ним видно некоторые здания которые стоят в центре города полина с собой взяла напиток и немножко пирожков так что мы сейчас посидим здесь покушаем будет у нас такой романтичный вечер на крыше ветра почти нет достаточно тепло сегодня 31 января 2024 года собаки немножко начали гавкать вышел мужчина по двору пошел нас увидел и такое довольно позитивным тоном говорит только не прыгайте оттуда хорошо хорошо когда люди позитивные они начинают кричать что вы здесь делаете ну-ка спускайтесь вот это вот негатив у них такая достопримечательность есть оказывается смотровая площадка так что нельзя ее просто оставлять надо пользоваться вот такой вид на город сейчас даже немножко отдаленно gta 5 напоминает на ps3 в gta 5 гоняешь там такие закаты бывают красивые вдали город виден на гору куда-нибудь поднялся в общем если сравнивать американские города там я вырос на готовой сити а там же про майами я всегда сравнивал майами с сочинским центром если россия то сочи то в сша это майами вот этот вид сейчас даже напоминает мне лос-анджелес из фильмов и видеоигр хотелось бы чаще такое наблюдать у нас где живем такого вида даже близко нет и намного чаще выключают электричество мы на этот поселок смотрим с завистью что у них есть электричество у нас вырубают у соседей здесь вот такие домики они все можно сказать как на ладони у тебя смотришь вот так всех соседей видишь что у них во дворах видно так что те кто здесь жил бы смотрящие были бы смотровая площадка все знают всех видят сидим на крыше хаваем вчерашние пирожки вкусные в чай с собой теплый время 18 18 выходим с крыши пойдем в сторону магазинов может покушать что-то купим на вечер и пойдем домой мама просила сегодня быть на готове хочет корм привести для собак чтобы я ее встретил будем выходить хороший дом давно хотел посмотреть понравилось здесь но идти сюда пешком слишком проблемно по колючкам сложно на машине ехать это риск потерять деньги на остановках по пути а мопед я продал остается велосипед вот тут идешь и по летнему воспринимается по картинке совсем не видно будет что мы зимой тут идем иномарки стоят и глаза какая-то тянется по забору смотрите чего людей во дворе стоит олени снежинки светятся а ведь уже 31 но не декабря а января вышли на основную дорогу довольно легко интуитивно нашли выход в знакомые места будем теперь знать как дойти до того дома по дороге можно будет к примеру в теплое время года на велосипеде туда ездить спускаемся и мы снова нашли тринадцатый номер дома полина говорит этот дом чем-то похож на американский и действительно на те что нам фильмов показывают только компактная его версия небольшая шли сейчас по перекрестку где мне на мопеде сделали финансовая это то за то что я езжу без водительского и я тогда спокойно стоял в пробке на перекрестке среди кучи других водителей в каске такой весь порядочный именно меня выбрали чтобы остановить когда они это делают а сейчас чувак на этом же перекрестке сел в жигу припаркованную сбоку и задом через сплошную полосу разделительную выехал навстречку остановился на пешеходном переходе где люди с ребенком и идут чуть-чуть помешал им идти и так пофигично развернулся и уехал я думаю вот как так получается почему у них все с нарушениями спокойно гладенько а у других без нарушений и а то та иди сюда возможно здесь успевать покупать какие-то гаджеты мы сегодня встали значит появился смартфон еще дешевле того тот из 22 ультра был за 30 тысяч 500 рублей с разбитым задним стеклом а это 27 990 и все сейчас спустя три часа после публикации объявление закрытое но не то что зарезервировано на доставку она уже снято с публикации как здесь на что-то успевать она постоянно зарезервировано кто-то вместо тебя это покупает а ты можешь только слюни пускать что вау какая халява ждем маму она должна корм купить собачий ничего это долго не идет полина уже успела сбегать магазин купила еды у нас будет молоко и хлеб мы будем очень сыты эти нас еще есть борщ и пироги полицейский пошел они что прям работают тут раньше вот таксисты играли в нарды на капотах автомобилей и сейчас что-то подобное происходит что-то они там такое делают тут был местный рэпер жил на этом районе и он это даже включил в свой клип что-то он там читал сэм район грехов и он снимал как они в нарды играют вернулись домой переоделся замерз руки поцарапаны покоцаны после колючек теперь это несколько дней все будет заживать мама нам купила блинчиков печенье собакам купила корма в комнате 14 градусов цельсия влажность 60 компьютер только включил несколько секунд как так что через несколько часов посмотрим какая будет влажность пока она только продолжает расти было 59 подрались он даже пристал ага высокий танчик репутация говорит наше главное оружие отличная работа полинина фразу ее персонажа ты видел мою работу она говорит сама за себя вот сегодня мы так и взялись смотреть гринграсса слушать гринграсса и пить гринграсс правда нам нужны очень рюмочки маленькие где-нибудь по 50 миллилитров или 100 потому что а вон они стоят потому что баночка очень маленькая чтобы мы не выпили быстренько опенинг баночки хороший шипшик чем-то пахнет но необычным не могу охарактеризовать фруктом наверно каким-то прозраченка реально что-то травянистая интересно работать приходится с нашим любимым оператор который умеет все на уровне так себе или еще на каком-нибудь более удивительном уровне которым я здесь не могу сказать не использовав не хорошие слова а гридюльник сможешь мы выиграли 999 мы снова выиграли чтобы гридюльник научиться играть давай сейчас попробуем потому что у тебя точности нет а здесь она не нужно здесь играешь как попало и все равно успех итак комп постоял часа три поработал пока мы играли в call of duty и вот такой результат 29 влажность вот это круть успешно сушит и креет комнату еще и украшает и досуг улучшает кончается январь осталась минута от января 2024 года для меня этот месяц был спокойный хороший безмятежный вроде бы без стрессов без особых я не выезжал на машине старался не делать ситуаций всяких глупых в которых бы пострадало мое здоровье или мои деньги я даже сдержался от больших растрат но тем не менее потратил 20 тысяч рублей на зеркальную камеру и видеокарту о которой когда-то мечтал звезды прохладно на улице меньше десяти нули а вот и февраль band показывает что 5 градусов на самом деле может даже чуть чуть ниже потому что я в горах немножко глазами я вижу звезды камера пока их не видит вот фото он может и сможет снять с ними а видео пока нет сейчас попробую зафотать о самолет летит и если он что-то увидит приложу фото которое получилось в общем хороший был январь пока и начинается февраль немного мой месяц посмотрим как он пройдет буду стараться не делать глупостей и ошибок ведущих к неприятным последствиям пока я смотрел комп и выходил во двор полина уже блинчики зажарила мама нам накупила блинов и вроде бы их много относительно прошлых раз их прям побольше этот такой зажаренный они типа с вареной сгущенкой типа потому что полина говорит это не сгущенка она действительно какая-то жидкая как крем какой-то тип а так что нас и пироги есть и блины и печеньки кокосовым надо молоко из потолка достать это она там стоит нагретое там же комп греет и настройки к логдюти подкорректировать это мы сейчас выигрывали с большим отрывом но мне некого было стрелять и начал жаловаться и ныть по линии в смартфоне лазить что мне некого стрелять карта пустая она разбушевалась и всех разнесла там она такая ну ладно не буду ставить не стала ставить гаджеты и мы продули из-за моей этой ошибки пусто видите ли ему стало стрелять некого сидит под пеньком по под деревом и не видит ни одного противника на протяжении нескольких стартов они встали потом разнесли нас поняли всяких вкусняшек поиграли в кого в дюте сегодня у нас прям хороший выбор чего попить и поесть сыграли несколько партий старые игры обожаю играть и мнение не надоедают такое ощущение что можно закрыться с ними в бункере и жить десятилетиями там где-то уютном местечке играя в любимые игры на этом сегодняшний день все уже поздно нужно ложиться спать всем до завтра и пока